Да нет! Сегодня во славу богов прольется кровь, и в реке обголом не успеет! Всем привет, друзья! С вами Гемелькар Барке. Мы смотрим турнир Арена Гладиаторов по Первому Риму. Давненько я не записывал Первый Рим и решил вернуться к этой замечательной игре. Будем смотреть сегодня мой бой против Нермина из клана Йов. Фракции мне в третьем раунде турнира Гладиаторов достался Рим, Нермину достался Карфаген. Что можно сказать по фракциям? Рим фракция чуть-чуть посреднее, чем Карфаген. Ну, скажем так, Рим одна из немногих фракций, против которых Карфаген чувствует себя достаточно неловко. Начнем с составов. Я взял на этот бой 6 отрядов Петерианской кавалерии, 5 знаков прокачаны, то есть золотая атака, серебряная защита, 4 отряда городских когорт без прокачки, само собой. Два отряда вспомогательной кавалерии, это Дротико-метатик, 6 лучников в золоте и 2 отряда в вестиан. Нермина на этот бой взял 5 отрядов воинов священного круга, это кавалерия ударная, 6 пращей обычных в золоте, 2 болярских пращинка в золотой атаке. И 3 отряда воинов священного круга, это пехота. Ну, здесь начинаю маневры, я предпринимаю свои вспомогательные кавалерии. Дротико откидываю здесь по кавалерии с круглыми щитами. Кстати, 3 штуки кавалерии с круглыми щитами у Нермина, если я тут забыл сказать. Здесь сразу пошли гигантские потери, у кавалерии с круглыми щитами минусы, сразу 5 человек в отряде. Ну, у меня здесь какая была задача перед боем, это пострелять чуть-чуть. Гарфаген, ну, не чуть-чуть, а именно задача была как следует подрастрелять Гарфаген. Выиграть тактически игру, заставив противника идти вперед. Самому в этот момент маневрировать и выцеплять какие-то отколовшиеся части карфагенской армии. Ну, здесь пытается Нермин своей пехотой поддавливать, мешать моим стрелкам стрелять. Ну, здесь он зачем-то завязался в бой своим отрядом воинов священного круга с моим крестьянином. Тут же он был отогнан городской когортой. Ну, здесь я совершаю ошибку своей когортой. Зачем-то я его так вот криво как-то поставил. Действую на Неру, здесь вспомогательная кавалерия, откидываю дротики в попу по карфагенской коннице. Ну, пытаюсь здесь как-то нейтрализовать балиарских пачников, потому что очень-очень противные ребята. Я как раз-таки на них концентрирую свой огонь. Мой план как раз-таки, ну, я только что говорил, в чем он заключался, перестрелять карфаген. Но за счет того, что у карфагена банально больше стрелков, сделать это достаточно мне было тяжело. Поэтому я решил потратить свою дротикую кавалерию, легкую, именно на то, чтобы как-то постараться погнать, убить вражеских стрелков. Потому что все-таки, когда побеждает перестрелки, получает определенное тактическое превосходство над противником. Начинаю я здесь гонять стрелков и поддавливаю своей пехотой с городскими когортами. У меня на один отряд пехоты больше, моя пехота, она в ближнем бою убивает карфагенскую пехоту, поэтому я вот так вот могу давлю пехотой. Здесь кавалерии пытаюсь зайти во фланг. Здесь вот создается очень опасная для меня ситуация, потому что вот здесь, в чарже, я мог очень много войск потерять, поэтому я начинаю отводить свою кавалерию. Ну, нельзя сказать, что это отступление, это тактическое отступление для того, чтобы успели подойти остальные отряды моей кавалерии, для того, чтобы не получилось, что я сливаю войска по частям. Отступил, войска мои кавалерийские подошли достаточно близко, и после этого я завязался в ближний бой уже с основными силами карфагена. Удается здесь вынести отряд Боляров, очень большие потери мы нанесли здесь отряду кавалерии. И тактически очень неплохо действует, манюрирует, надо сказать, к чести и хвале Нермина. Он очень грамотно действует, пытается прикрываться, но вся пехота его завязана уже боем с моей пехотой. И я просто обхожу его пехоту с флангов для того, чтобы выйти один на один с его кавалерией. Моя кавалерия один на один побеждает карфагенскую коем-то, плюс у меня ее банально больше. И так, обошел я пехоту, завязался здесь уже бой с моя тяжелая кавалерия против тяжелой кавалерии карфагена. Идут массовые чарджи, удары, здесь питается своей пехотой, Нермина себе помогать. И вот здесь начинается уже нудный и затяжной бой в ближнем бою. Здесь на мою полю сыграл тот момент, что атака по кавалерии карфагена пошла через кучу-кучу-кучу стрелков карфагена. И мне удалось в этом моменте не только поистрепать силы карфагенской кавалерии, но еще и нанести серьезный вред стрелкам карфагена. Бои здесь дальше продолжаются, уничтожена также и пехота карфагена. У меня же остается, вот видите, одна кого-то вообще стоит, ни хера не делает, просто втыкает себе тупо. И плюс три отряда моей пехоты мне помогают в боях. Смотрим, что здесь происходит, но можно сказать, что кавалерии мы разменялись. Примерно равное количество ее у нас остается, что у меня, что у противника. Но вот возвращаются огрызки кавалерии карфагена. И поэтому я принимаю решение немножечко отступить поближе к своим войскам, добить те карфагенские войска, которые остались вот здесь вот в ТУ. Добить их, поуничтожать их, чтобы они в дальнейшем не создавали мне головную боль. В общем, произвожу перегруппировку войск, где с попыткой идет убить моего генерала. Я его стараюсь как можно быстрее вывести в тыл к своим войскам. И начинаю уже поддавливать пехотой остатки карфагенской армии. Смотрим, что осталось у Нермина. А у Нермина осталось раз-два, два проща. Один отрывоина священного круга и несколько огрызков конниц. Вот, собственно говоря, и все. Добивается здесь Болиар. Вот, можно сказать, что здесь уже бой. А Нермина нам проигран, такую массу моих войск. Ему нечем выносить. Что, друзья, вот такой вот бой у меня получился против Нермина из клана ИО на турнире. Гладиаторов по первому риму. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подписка. С вами был Геймелькан Барко, Composer in Arms. Увидимся. Бай-бай.